Здравствуйте, в эфире «Внутренняя Азия» авторский проект Алексея Михайлова. Сегодня в студии гостем нашей программы будет Павел Николаевич Дудин, кандидат политических наук, которого я пригласил в соответствии с таким большим и важным событием, с тем, что он снял интересный документальный фильм, посвященный квази-государствам «Внутренней Азии». Здравствуйте, Павел Николаевич. Добрый день, Алексей Викторович. Павел Николаевич, расскажи, пожалуйста, о том, каким образом тебе пришла идея этого фильма. И вот откуда взялась мысль снять документальное кино? Ведь в наше непростое время не все художественные фильмы пользуются популярностью, не всегда находится бюджет. И вот чисто техническая сторона дела. Как снимали, на что снимали и как ты до этой жизни дошел? Сама по себе идея вынашивалась давно, поскольку одно дело, когда ты пишешь статьи и книги, другое дело, когда ты все это визуализируешь. Большинство людей визуалы и воспринимают лучшую информацию, когда она оформлена в видеоряд, в карты, интерактивные карты и все прочее. И вот на каком-то этапе мы решили это все совместить и сделать проект, который вылился в итоге в полноценный документальный фильм. Этому активно поспособствовал гранд-президент Российской Федерации, который мне довелось выиграть в 2016 году. В связи с чем, вот удачное совпадение поводов, оснований, мыслей вылилось в то, что сегодня мы имеем в объеме 43 минуты и что сегодня представлено пока в социальных сетях. Сколько просмотров? За первый день около 120. Сегодня набирается где-то около 300, наверное. Ну, мы не ставили целью по популяризацию этого проекта, поскольку сам по себе проект, он не рассчитан на массового зрителя. То есть, это интеллектуальное кино, оно имеет определенную узкую аудиторию целевую и то, что фильм смотрят, очень приятно. Содержание фильма расскажи, пожалуйста. Содержательно мы постарались показать трансформацию государственности с учетом того, что в 1932 году северо-восточной Китая вторглись в японские войска и стали создавать некие опорные точки, которые затем служили инструментом получения и ресурсов, и в то же время служили своеобразной опорной базой для продвижения на континент. То есть, создавались такие государства, как Манчжоу, Мэнзиан, ряд других, менее известных политических образований, которые активно использовались японскими оккупационными силами. Тема крайне интересная и в то же время очень противоречивая, потому что китайские ученые, китайская общественность до сих пор к этому относятся очень настороженно. И нам стоило огромного труда, чтобы найти экспертов среди китайских ученых, которые бы нам прокомментировали эту ситуацию. Такие люди нашлись, за что им огромное спасибо. И в итоге, собственно, у нас получился довольно интересный формат. Помимо этого, мы постарались максимально визуализировать этот процесс. Я обратился к специалистам, которые изготовили интерактивные карты, для того, чтобы показать динамику изменения границ и территорий. Мы обратились к архивам, видеоархивы, фотоархивы. Мы нашли японскую музыку, которая полностью передавала дух того времени, поскольку первая половина XX века – очень интересный период в жизни Северо-Восточной Азии. И в итоге, благодаря усилиям, совместным усилиям, нас было немного, но коллектив получился довольно слаженный, эффективный, у нас получилось то, что получилось. Съемки проходили, насколько я понимаю, в Монголии, в Китае, в Бурятии, да? В Бурятии мы снимали немного. В основном, это был Китай, Северо-Восточный Китай, где, собственно, и разворачивались описываемые события. Это территория Манчжурии, это Пекин, столица, это Хухота, внутренняя Монголия. И, соответственно, на север границы Монголии. Мы побывали во всех важных местах, которые встречаются и в хрониках, и в средствах массовой информации. Мы съездили в тот монастырь, Байлен-Мяу, который служил первоначальной столицей и выступал неким символом, образом движения за автономией. Конечно, впечатления удивительные. Это сооружение конца 17-го, начала 18-го века, которое, в общем-то, до сих пор сохранило дух той эпохи и эпохи 30-х годов, когда процесс автономизации происходил. Так что мы постарались это все передать в картинке и сопроводить это должным образом в надлежащем комментарии. Поэтому зритель, который смотрит, он видит реальные здания, то есть те места, где события происходили. И, в общем-то, кинохроника, она позволяет сопоставить то, что было тогда, то, что имеет место сейчас. В первую очередь, это автономное движение под протекторатом Японии внутренней Монголии, а также? Внутренней Монголии, тех провинций, которые были населены преимущественно ханьским населением, и тех провинций, где доминировало манчжурское население. То есть это Манчжурия, внутренняя Монголия и некоторые провинции Восточного Китая. Ну, в советской исторической литературе традиционно принято было всерьез не воспринимать эти государственные образования, называя их сателлитами, японскими мерионетками. И было это действительно так? Или все-таки Япония давала определенный уровень свободы, зависимым от нее государством? В зависимости от того, о каких политических образованиях мы ведем речь, можно рассуждать о уровне или объеме свободы, самостоятельности и независимости. Если мы говорим о китайских территориях, то уровень автономии был минимальный. То есть фактически его не было, поскольку управлялось все непосредственно через японских представителей. Если мы говорим о внутренней Монголии, то здесь надо учитывать, что само по себе движение за самостоятельность, оно зародилось до японского вторжения. И 1933 год, такой знаменательный, знаковый, как раз в этот год состоялись несколько съездов, когда монгольская аристократия по своему велению, мы, учитывая, безусловно, события, которые происходили в Монголии в этот период времени, во внешней Монголии, в Халхо-Монголии, учитывая те события, которые в Советском Союзе происходили, безусловно, ориентируясь на Манжо-Го, созданное государственное образование под японским протекторатом, попытались предпринять некие шаги к тому, чтобы получить автономный статус. Движение это изначально было движением самостоятельным, без сколько-нибудь заметного японского участия. В дальнейшем, сегодня 2017 год, 80 лет с момента образования государства Манзян, в дальнейшем территория перешла под более жесткий контроль японцев. Но надо понимать, что японцы на континенте выстраивали политику в отношении китайского населения, китайских провинций отлично от той политики, которая выстраивалась в отношении монгольского населения. И даже государство Манжо-Го, которое непосредственно было и первым государством, созданным японцами, и тем государством, которое должно было стать неким образцом, эталоном для формирующегося сообщества стран Восточной Азии, оно было менее свободным, чем те земли, которые населяли монгалоязычные народы. — Фактически Манзян — это такая альтернативная Монголия, созданная на территории внутренней Монголии, как противопоставление внешней Монголии, которую покровительствовал Советский Союз. Я правильно понимаю? — Задач было несколько. Первая задача, действительно, это была альтернативная государственность, которая была призвана показать истинную природу трансформации монгольского общества, монгольской государственности и тоже служить неким положительным образцом, положительным эталоном для дальнейшего государства строительства на континенте. С другой стороны, надо понимать, что японцы были хорошо информированы о тех ресурсах, которыми располагали эти территории, и рассматривали их в качестве ресурсной базы для подпитки своей военной машины. Что они делали? Шерсть, мясо, полезные ископаемые и все прочее. Поэтому территории решали несколько задач. Третья задача заключалась в том, что Мэнзиан рассматривался как плацдарм для нападения на Советский Союз. И этим планом помешало ли событие на Халхенголе, когда японцы, вопреки своей традиционной выдержанности, наверное, не рассчитали должным образом стратегию. Раньше времени начали известные процессы, что помешало их дальнейшему продвижению. Но, тем не менее, эта идея плацдарма для нападения на Советский Союз сохранялась вплоть до 1943 года. И поэтому говорить однозначно, что эти территории решали какую-то одну задачу, наверное, не совсем правильно. Это была такая сложная многоходовая игра, которая в определенной мере приносила свои результаты. Японцы закрепились благодаря этому на континенте, закрепились на полтора десятка лет. Фактически японская опасность была не просто ощутимой и реальной, она нависала над границами СССР. Да, и именно поэтому, когда сегодня мы в дискуссиях объясняем, почему необходимо обращать внимание на Дальний Восток, на дальневосточную политику, внешнюю политику России, на взаимоотношения с Китаем, с Монголией, почему нужно уделять больше внимания вот этим вопросам, как раз таки аргументируем тем опытом, который наша страна наработала за период, предшествующий Второй мировой Великой Отечественной войне. Потому что в тот период внешняя политика тоже не ставила дальневосточные направления приоритетом. И за это, в общем-то, мы едва не поплатились довольно дорого. Потому что если бы, да, история не терпится слагательных наклонений, но если бы японцам удалось реализовать в полной мере тот план, который они задумывали, и зимой 1941-1942 года, когда немцы подходили к Москве, японцы начали вторжение через Манчжурию, через внутреннюю Монголию. Понятно, что халха Монголия вряд ли смогла бы долго сопротивляться, максимум дня 3-4 недели. Японцы без особых затруднений прошли бы через занятые территории и в довольно короткий срок вышли бы к Уральским горам, расчленив Советский Союз. Тогда шансов для страны не было бы никаких для нашей. Но ситуация сложилась по-другому. И, собственно, на определенном этапе те территории, которые мы показывали в нашем фильме, они стали играть несколько другую роль. Они помогали Японии в продвижении вглубь Китайской Республики, но не нападив на Советский Союз. В этой ситуации сыграла ли большую роль, допустим, неудачная интервенция в период Гражданской войны и поражение на Халхенголе и на озере Хаса? Я всегда говорю, что японцы совершили две больших ошибки. То есть это Халхенгол и Перл-Харбор. Если бы не эти действия, то вполне вероятно, мы сегодня имели бы несколько иную картину на всем пространстве Азиатского континента, а может быть и в мире. Я думаю, что японцам удалось бы договориться и с Соединенными Штатами, и с Великобританией, да и с Советским Союзом. Насколько интервенция была эффективна или неэффективна, говорить не берусь, поскольку предмет исследования нашего и предмет нашего внимания, он несколько специфичен. То есть мы говорим о процессе создания государственных и правовых институтов. То есть мы не говорим о том, каким образом японцы закреплялись на территориях в период, скажем, предшествующий. Потому что этот же процесс был очень длительный. То есть японцы в 1931 году вдруг неожиданно пришли в Китай. То есть они постепенно, поступательно проникали на континент, но использовали то, что сегодня называется «мягкая сила». То есть еще в начале XX века монгольские князья в составе большой делегации посещают Японию, где знакомятся с достижениями, которые стали возможны после реставрации Мэдзи. И затем, организуя в своих хашунах школы, они приглашают японских учителей. Они таким образом привносят в свою общность некие японские устои, японские традиции. И поэтому, когда японцы приходят в 1931-1932 году на эти территории, они не приходят на незнакомое пространство. Люди знают, кто такие японцы, что такое Япония, что она из себя представляет. И надо здесь также отметить, что значительная часть монгольской политической элиты того периода получала образование в японских университетах, она получала образование в китайских университетах, но активно ездила в Японию. Поэтому этот процесс был длительный, поступательный и результативный. Таким образом, Япония создала довольно уверенный базис для своего вторжения. И здесь, кстати, также надо обратить внимание, что до последнего момента японцы старались использовать военную силу только в крайнем случае. Они пытались и с китайцами договариваться, поскольку были заинтересованы в экономических обменах, в экономическом сотрудничестве. Но политика Гаминдана не позволила этому реализоваться. И все закончилось с военными действиями. А как сегодня в Монголии, в современной внешней Монголии, дают оценку событиям автономистского движения, такого во внутренней Монголии, связанном с Монзианом, с Японией? Ведь произошли боевые действия, в которых понесли потери обе стороны. И армия МНР, и армия Маньчжоуго, Маньчжяна, Японии, и русских белогвардейцев, участвовавших на стороне Японии в событиях на Холфкинголии. Довольно пестрый состав участников процесса, он не мог не оказать влияния на сегодняшнюю ситуацию. Именно поэтому, помимо китайских экспертов, помимо российских экспертов, за что вам отдельное спасибо, мы попросили эту ситуацию прокомментировать и монгольских ученых. Профессор Баясах, директор Института международных отношений Академии наук Монголии, профессор Бацайхан, довольно подробно осветили свою точку зрения. И надо сказать, что эта точка зрения вполне объективна, научна и сдержана. Во-первых, сегодня монгольская сторона придерживается с той точки зрения, что это исторические события, это исторические данности, и с ней приходится считаться. Во-вторых, несмотря на то, что, казалось бы, Мэнзян пытался забрать у Холха Монголии лавры первенства и преемника государственности Чингисхана, тем не менее, сама по себе идея государства строительства, она активно, если не поддерживается, то, по крайней мере, одобрялась и определенной частью монгольского населения, и определенными сегодняшними научными кругами. Та же фигура Девана, руководителя автономистского движения, и затем президента Мэнзиана, вызывала огромное уважение, и продолжает вызывать огромное уважение. Сегодня в Монголии живут его потомки, которые здравствуют и тоже пользуются определенным уважением. Монгольские ученые чуть более активно, чем мы, этот период изучают. Оно и понятно, в общности культуры, в общности языка. Но, тем не менее, в отличие от Китая, у Монголии не происходит такого резкого отторжения этих процессов. То есть, они воспринимаются как вполне объективный процесс, который на определенном этапе исторического развития произошел, и с этим уже ничего не поделаешь. То есть, с этим надо считаться. Был такой фильм «Потомок Чингисхана» с советской черно-белой, где очень иронично было показано отношение потомкам Чингисхана в условиях гражданской войны и перипетии, как раз между двумя мировыми войнами. По-моему, в большей степени гражданской войны в России. И сейчас это не так комично? Все более серьезно? Да, мы задавали эти вопросы и нашим друзьям в Монголии, и нашим друзьям во внутренней Монголии. Позиция, еще раз проговорюсь, она сдержанная. То есть, нет такой эйфории, нет такого пиетета, но есть дань уважения. И это, наверное, правильно, потому что так или иначе, во-первых, сама фигура Чингисхана – это то, что сегодня объединяет довольно уверенно монголоязычные народы. А во-вторых, те исторические персонажи, которые в 20 веке, в первой половине 20 века, будучи его потомками, выступили на аванс-сцену, они руководствовались некими высокими идеями возрождения государственности, возвращения былой славы. То, что из этого ничего не получилось или получилось очень плохо, это уже другой вопрос. Обстоятельства были не в их пользу. Но вот идеи, мотивы и движущие силы, которые ими руководствовались, это до сих пор вызывает уважение. Хорошо. У меня вопрос следующий по фильму. Его планируется продвигать только в России или в Монголии, или в Китае тоже? Или в Китае его запретят? Я не думаю, что мы встретим активную горячую поддержку со стороны китайского научного сообщества. Здесь надо понимать, что Китай – идеологизированная страна. И эта тема, она сама по себе крайне болезненна. А в той интерпретации, которую мы попытались придать через фильм, она еще более болезненна, поскольку мы все-таки, стараясь выдержать научный характер фильма, попытались подойти к проблеме с разных сторон. И не только с точки зрения китайского восприятия, но и с точки зрения в целом процесса становления государственности и того, что происходило без идеологической шелухи. И, наверное, кто-то может посчитать, что мы в какой-то мере держим сторону японцев. Хотя это на самом деле не так. И со стороны, кстати, некоторых российских ученых я вот не так давно услышал в свой адрес то ли упрек, то ли замечание, что мы к японцам относимся чрезмерно лояльно. Вспоминается нанкинская резня, вспоминаются те ужасы, которые они творили. Этого никто не умоляет. Но, еще раз говорю, мы постарались осъедить несколько иной процесс, который происходил параллельно или сопутствующий к этому. И вот в этом плане удалось или не удалось, опять-таки пусть судят те, кто смотрит. Но что касается продвижения фильма, то у нас не было цели сделать его массовым. Еще раз говорю, это фильм, который не рассчитан на большую аудиторию. Это фильм, который будет интересен специалистам, которые занимаются Азией вообще и внутренней Азией в частности. Этот фильм, который, наверное, позволит или заставит поразмыслить над некоторыми моментами с другой стороны, чем это было принято считать ранее. Потому что в своих источниках мы использовали, например, не только традиционные китайские материалы, которыми богата наука, мы также попытались проанализировать данные средства массовой информации. То есть мы провели огромную работу, анализируя материалы тех газет, которые выходили в этот период времени. И надо сказать, что здесь вообще уникальный материал, который до сих пор не исследован. Почти полторы тысячи газет, около ста наименований средств массовой информации просмотрели, проанализировали. И вот на каком-то этапе, кстати, и западный мир, и западная пресса тоже были на стороне автономистов. Они сопоставляли фигуру Девана с Чингисханом. Они говорили о том, что наконец-таки монгольский народ встал на путь возрождения. Но когда в процесс включились японцы, естественно, риторика поменялась. Это очень заметно. А вот, скажем, если в 1933 году та же газета «Нью-Йорк Таймс» или «Вашингтон-Пост» писали о князьях как о героях, то уже в 1941-1943 году они писали о Деване как о принц Хумпидумпе, принц Шалтай-Болтай. То есть марионетка в руках японцев. На самом деле, наверное, к тому периоду времени он приобрел такой характер. В советское время было понятие «закрытый просмотр». У меня есть предложение поехать в Монголию, в Ламбатор. И для определенного круга наших коллег-ученых провести закрытый просмотр и послушать то, что нам скажут. Наша программа подходит к концу. Спасибо, что смотрите «Внутреннюю Азию». И напоследок, П.Н. Николаевич, ваше обращение к нашим телезрителям. Ну, подводя итог нашему разговору, наверное, хочется пожелать зрителям вашей передачи и тем, кто будет смотреть наш фильм, и в целом, кто интересуется историей, наверное, стараться подходить к историческим процессам с разных точек зрения, не следуя какой-то одной заранее определенной установленной позиции, стараться размышлять, думать, искать, анализировать и делать собственные выводы. Потому что собственная позиция, она всегда ценнее, чем то, что навязывается даже самыми авторитетными экспертами. Спасибо за внимание. До новых встреч во Внутренней Азии.